Доброе утро, мои дорогие. Доброе утро. Как у нас? Я у себя уже дома. Мои спят. А я на кофе собралась. Привет, мой золотой. А я на кофе. Ой, как я соскучилась по дому. Прошла домой. А дома столько пыли. А дома столько работы. Я не знаю. Я так соскучилась, по-моему. По-моему, Мерсику. Честное слово. Уже сто лет на нём не езжу. Хочу на нём поехать. Чуть-чуть, конечно, поздно иду. Но это ерунда. Ой, красавица, привет. Привет, мои хорошие. Сейчас посмотрим, она хоть заведётся. Уже. О, видите, да? Какая-то у меня умница. Вот, девочки, я не говорю, что нет, да? Так. Сколько машин я поменяю, но вот эта останется всегда. Всегда моей любимой, моей красавицей. Люблю я эту свою машину. Ой, какая ты, какая ты молодец. С первого раза завелась, и всё. Просто умница, а не машина. Просто умница. Честное слово, вот когда вот, вот не знаю, когда вот от души вот берёшь вещь какую-то, да? Вот как я, например, эту машину. Я когда мне муж купил эту машину, ну, мы вместе купили, но он за ней поехал. Я имею в виду, ну, платили, да, вместе. Тоже брала, девчонки. В кредит, мне кажется, я брала или нет? Ой, я сейчас уже не помню, девочки. Вот у меня бывает такое вот с памятью, понимаете? Вот. И не могу нарадоваться. Как я правильно сделала? Да у него и километров-то нет, у девчонки. Что с тобой? Батарейка слабая на этой штучке. Ой, она же у меня ещё, она же у меня ещё открывается, девочки. Это же вообще, она же у меня ещё кабриолет становится. Я такая, я такая сама по себе, по жизни, да? Человек такой апрессивный, который постоянно, постоянно в голове что-то крутит. А если ещё во сне что-то увижу, да? Это то вообще. Начинаю сама себя. Почему так? Почему это? Почему я увидела? К чему это? К чему то? Вот не знаю, почему. Раньше такая не была. Раньше такая не была. Сейчас с возрастом, сейчас с возрастом такая, я даже от загара кремния сделала и крышу открыла. Какая молодец. Ну, сейчас быстро доеду. Там я сделаю крем. Что, у меня телефон упал, что ли? Просто я снизу снимаю, так, да? Сегодня надела брюки, надела этот. Эти ямы здесь я тоже могли бы закрыть перед носом ямы. Я ни одну яму не оставляю. Это всё из-за баранов, из-за... из-за этого. Так. Начинаешь... Я вчера ложусь спать. Начинаю смотреть, то одно, то другое, то третье, то четвертое. Не замечаю потом, как раз так, часы наматываются. Часы наматываются, и всё. Четверг на работу иду, девчонки. Посмотрим, в каком состоянии мои подъезды. Как они их там делали, не делали, или как попало на тяп-ляп. Я уже на работу хочу. Я тоже соскучилась уже по работе, если честно сказать. Вы представляете, на подъезда мы соскучиться. Это вообще кошмар. Я своих знакомых окна поставил, что ли, здесь. Я своих подруг детства у вас не сегодня видела. Не знаю, к чему это интересно. Что волосы у меня такие. Ну, я потом укладку сделаю. Соберу волосы. Укладку сделаю и соберу. Мне нравится. Я в Алексе Эспресс купила такую резинку. Посмотрим, придёт, не придёт и когда придёт. Вот уже солнце объёд. Привет, девочки! Приехала я. Не могу камеру повернуть, потому что вот эта пиндюрка так стоит, как будто я не знаю. Ой, девчонки. Так я соскучилась по-своему этому. Айдё, айдё! Киталитас! Айдё, 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 айдё. Айдё, 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 айдё. Ай, вот так, девочки. Вот так. Припёрлась, короче, на свой кофе. Машина пыльная, девчонки. В доме пыльно. Это вообще пипец. У нас навечается праздник здесь. Здесь постоянно каждый в конце августа всегда здесь праздники. Неделю будет музыка, фейервери. Вот видите, танцевать будут здесь. Специально приготовили. Все мои подруги обрадовались, меня увидев. Я уже давно уже не приходила. Мне такие, ай, как мы тебя рады видеть. Хорошо, что они у меня есть. Вот чуть-чуть посидишь с ними, поговоришь ни о чём. Просто поболтать, да? И так на душе становится тепло. Думаешь, о, кому-то, кому-то всё-таки кто-то за меня беспокоится. Это приятное чувство. Ай, моя красавица стоит, ждёт меня. Моя красавица. Девчата, ну, красивая же, даже. Вот, не знаю. Может быть, вот, когда всё закончу, уже вот все дела свои закончу, может быть, покрашу я её. Потому что у неё есть места такие чуть-чуть, знаете. Ну, для меня моя красавица. красавица. Ой. Сколько она мне радости принесла. Больше радости, чем что-то другое. Ой, если бы мне кто-нибудь сказал бы где-то лет пять. Ой. Вот так. Надо мужу сказать, чтобы он мне эту пиндюрку если кто-нибудь кто-нибудь мне сказал лет пять тому назад, что у меня будет права своей собственной своей собственной машины. Девчата, вот, честное слово, не поверила бы. Для меня это было, как на Луну съездить. Вот, 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 настолько вот понимаете, что я вам хочу сказать? Вот, настолько три с половиной года, как у меня права. Почему я столько лет не... Вот, это потому что, вот, знаете, все в чем заключается, не в доверии, в самой себе. Если человек хочет, вот я это убедилась, он все может. Самое главное желание. на любую вещь желание. И все. Вот, желание. Остальное, это все уже, конечно, труд ежедневный. Потому что это же не просто, вот, у меня есть желание, и все. Чтобы, чтобы, конечно, надо, надо, все, чтобы достичь, это все только желанием, упорством и работой. Просто так с неба ничего никому не падает. Это так кажется. Это так кажется, что кому-то это так легко дается, кому-то нет. Учеба, да. Есть у людей, которые память хорошая, и дается немножко, вот, ну, с легкостью, да. А вот есть люди, которым надо зубрить, но после того, как я сделала себе права, я поняла, что я на все способна. Если я научилась тесты, которые 30 минут, которые я делала 50 минут на 30 вопросов отвечала, и там только галочку надо ставить, да или нет. Нет, А, Б и С, только галочку. И я думала, ну, все, никогда я этому не научусь, я вот так думала. Почему? Потому что у меня времени просто не будет. Я не смогу сделать этот экзамен только лишь, потому что я не успею их прочитать. Я за какие-то минуты уже стала их читать, а я 55 минут только один тест. Я везде с этими тестами ходила, везде. Посуду мыла ставила, смотрела, туда это ставила, смотрела, читала, 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 ба, и так быстро научилась. Знаете, я на испанском очень хорошо говорю, если говорю спокойно, но так как я все время спешу, и надо бывает, что я проглатываю последние буквы там, или вот, но уже люди, кто со мной общается, уже привыкли к моему уговору, и меня уже понимают. У меня даже и на русском так есть. Иногда бывает, вот я делаю какой-то ролик, да, и хочу какую-то мысль донести, и раз мне другая мысль зашла в голову, я тоже забываю и эту говорю, потому что мне так за такое короткое время мне так хочется все вам, а, все вам рассказать, что иногда я просто вот, ну вы поняли, да, вот, не осознаю. А потом, когда я себя пересматриваю, думаю, блин, вот не, не досказала свою мысль, поэтому надо в этой жизни не спешать, это правильно, мне мама всегда говорила, не спеши, я всегда спешила, девчонки, мне такое ощущение, что мне времени не хватит, мне надо, вот всегда вот так, сейчас пойду домой, окна были открытые, ну мой муж тоже не закрыл, на него тоже все наваливать не хочу, я тоже могла бы его спросить, ты окна все закрыл, не закрыл, он оставил все окна открытые, везде такая пыль, сейчас потихоньку, ребята, начну, начну потихоньку, куда мне спешить, куда мне спешить, так что, время еще есть, сейчас знакомого встретила, ну там в кафешке, его, его, Карл зовут, хочу, говорит, к тебе в гости прийти один день, не знаю, что-то видать хочет, ну, не только ко мне, имеется в виду к нам, потом, говорит, я тебе позвоню, такой, такой корректный, как-нибудь созвонимся, говорит, я позвоню, если вы дома, ну, имеется в виду, я с мужем дома, потому что я без мужа никого не пускаю, если женщина, да, если мужчина, кто бы там ни был, да хоть его родной брат, вот честно говорю, девочки, вот пускай будет, это плохо, это что, я просто дверь открою, и говорю, моего мужа нету, когда муж будет, придешь, они раньше удивлялись, а сейчас уже знают, мне надо батарейку поменять, вот, не открывает дверь, и все, вот сейчас, они раньше уделялись, и мой муж говорит, почему-то, а потом я ему когда объяснила, ну, что он будет здесь делать, и вот, тебя нету, не надо ко мне заходить, когда тебя нету, когда я в Дагестане, это вот по-другому, потому что я же там одна, девочки, понимаете, это как-то по-другому, вот честно говорю, там у меня друг, там у меня друг есть, Адель, в Дагестане, он, ну, взрослый человек, взрослый человек, как хорошо у меня дома, девочки, так, по-настоящему, себя чувствую дома, сейчас чуть-чуть обратно, голова болит, ну, ладно, это все, может, пройдет, в гаражик, просто засуну машину, а паркую, так давно сюда не заходила, не знаю, смогу ли я, а ну, переживаю, и вот он очень дружил с моей мамой, его Адель зовут, да, вроде получается, и когда он приходит, когда он приходил к матери моей, все время какой-нибудь цветочек принесет, ну, вот такой был, внимательный, такой хороший мужчина, девочки, и его жена тоже со мной, два друга, мы дружим, да, вот с ними, вот он приходил, я никогда ничего не говорила, он приходил и чай пил, и все, потом жена его тоже приходила, я всегда его встречала, у себя дома, и спокойно, у моей матери дома, да, спокойно как-то, ну, а здесь я нет, потому что, какая прелесть, тут и то, красавица ты моя, не подводи меня, техосмотр прошел, все прошел, девочки, и, когда хочу, тогда выезжаю на ней, так, иду домой, 3, 5, ambil, 6, Поех市, 9, 6, 10,